Всем привет! Сегодня на обзоре новая модель Android TV приставки H96 Max. Работает TV-Box на операционной системе Android 11.0. Новенький процессор здесь установлен от ROGCHIP RK3566. В отличие от других процессоров ROGCHIP, данный процессор имеет хорошую производительность и практически не греется. Приставка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. По LAN кабелю пропускная способность до 1000 Мбит, гигабитный LAN. И также имеется поддержка Bluetooth. У меня версия TV-Box на 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренний накопитель. Есть также версия на 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренний накопитель. Посмотреть актуальную цену и где приобрести, вы можете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Если будете рассматривать данный TV-Box к покупке, смотрите обзор полностью, потому что, по крайней мере, на момент записи этого видео есть претензии к программному обеспечению, к самой прошивке. Комплект поставки для TV-Box стандартный, сам TV-Box, адаптер питания 5 Вольт, 2 Ампера, HDMI кабель для подключения приставки к телевизору, краткая инструкция имеется и пульт дистанционного управления. Данный пульт работает по протоколу Bluetooth, не надо его направлять непосредственно на сам TV-Box, имеет функцию воздушной мыши AirMouse и имеет микрофон для голосовых запросов. Также имеется кнопка быстрого доступа в YouTube. Работает от двух батареек типа 3А. Чтобы законнектить пультик, надо нажать удерживать кнопку ОК и звук меньше. Давайте рассмотрим сам TV-Box. Такой вот прямоугольной формой TV-коробочка. На лицевой стороне отображаются часы. С левой стороны, вот можете здесь видеть хорошая перфорация, и с правой стороны также. С тыльной стороны имеются разъемы 2 USB-разъема USB 2.0 и USB 3.0. HDMI-выход для подключения приставки к телевизору. Гигабитный LAN. Приставку к интернету можно подключить как по Wi-Fi, так и кабелем напрямую. Оптический SPDIF-выход, разъем питания и маленькое отверстие – это кнопочка сброса Reset. Снизу имеются 4 ножки. Давайте я разберу, покажу, что внутри. Многим это нравится. Чтобы разобрать TV-Box, надо отклеить вот эту верхнюю пластинку. Она крепится над двухсторонним скотчем. Чем-нибудь тоненьким поддеваете. И просто отклеиваете двухсторонний скотч. Вот так вот. И здесь имеется еще 4 шурупчика. Давайте я их тоже откручу. Снимаем вот эту пластинку. Здесь еще одна такая вот пластинка. И добираемся до самой платы. Вот так вот выглядит плата. Хорошо все пропаяно. С другой стороны. Вот можете наблюдать маркировку, кого какая интересует. Отклею этот радиатор. Радиатор хоть и небольшой, но, как я уже сказал, температура здесь в пределах нормы. Вот ROG-Chip. RK3566. Ну и собственно, собираю я TV-Box и смотрим обзор. Приятного просмотра. Таким образом выглядит лаучер. Главный рабочий стол. Верхней строки уведомлений и нижней навигационной панели управления здесь нету. Вверху имеется справа очищалка памяти. Предустановлены иконки с приложениями YouTube. Play Market. Play Market не урезанный, полноценный. Все приложения здесь доступны. Доступ ко всем приложениям. Браузер Google Chrome. Файловый менеджер. И настройки. Внизу, через плюсик, вы можете на главный рабочий стол добавить свои любимые приложения. Давайте что-нибудь добавим, на чем будем тестировать. Фильмы онлайн. Посмотрим. Торренты. Smart YouTube Next добавим. И IP телевидения тоже проверим. Давайте быстренько посмотрим настройки. Сеть интернет. Здесь выбираете свою сеть интернет. Вводите пароль, подключаетесь. Доступно как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Вводите свой Google аккаунт, вкладка приложения. Здесь можно разрешить запретить доступ к каким-то приложениям, удалить приложение и так далее. Настройки устройства. Экран. Здесь можно вручную выбрать разрешение экрана. Если у вас телевизор 4К, вам будет доступно 4К разрешение. Автофреймрейда здесь нет. Вручную можно выбрать частоту кадров, если хотите плавную картинку. Можно зумировать экран, если есть такая необходимость. Раздвинуть, двинуть экран, подогнать под ваш телевизор. И также можно вручную поднастроить цвета. Об устройстве. Модель маркируется как H96 Max, RK3566, версия Android 11. Сборка прошивки у меня от 14.05.2021. Имеется поддержка Bluetooth. Можно подключить какие-то свои Bluetooth устройства. Колонки, наушники, джойстик. Настройка даты времени. Здесь обязательно устанавливаете свой часовой пояс, чтобы часы правильно отображались. Выбор языка, прошивка мультиязычная, все языки здесь доступны. Выбор настройка клавиатуры. Вкладка звук, можно выбрать декодирование. Выбор форматов аудио, можно выбрать автоматически, либо вручную выставить. Экраны звук. Расширенные настройки экрана. Здесь какой-то игровой режим. Не знаю, за что он отвечает, работает, не работает, я ничего не заметил. Системные звуки можно отключить. Расширенные настройки звука. Здесь повторяется выбор форматов звука. Хранилище. У меня версия на 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенный накопитель. 256 гигабайт, это у меня жесткий диск подключен. Ну и ниже здесь заставка, режим энергосбережения, местоположение, специальные возможности перезагрузить. И имеются также еще дополнительные настройки, такие андроидовские настройки. Здесь можно выбрать скорость курсора мыши. Вы заходите вот в систему, язык и ввод, дополнительно. И вот здесь есть скорость указателя. Можно выставить нужную скорость курсора мыши. Давайте смотреть в работе, проверим голосовой поиск, найдем, например, какой-нибудь фильм. Остаться в живых. Вот нам здесь нашлось в нескольких ресурсах, какие приложения у вас установлены. В тех приложениях, собственно, и будет происходить голосовой поиск. Play Market, как я уже сказал, здесь полноценный, не урезанный. По приложениям изначально было предустановлено вот все, что вы видите на экране. Самое необходимое есть, остальное уже ставите на свое усмотрение. Давайте зайдем на YouTube, откроем какой-нибудь 4К ролик. Ну вот, открываем 4К ролик. Ну вот, пошло воспроизведение. Давайте зайдем в настройки. Включим диагностическое окно. Посмотрим разрешение. Разрешение автоматом поставила 4К. И смотрим. Вот имеются дропы. Видны подергивания. Хотя, до того, как сесть записывать обзор, я тестировал, столько сильно дропов не было. Ну-ка, давайте перезапустим. Да, все равно появляются дропы. 4К, 60 фпс, есть дропы. Хотя, возможно, у меня скорость интернета упала сейчас вечер. У меня оператор еще тот. Нет, 4К, 60 фпс, не справляется. Давайте попробуем поставить 2К. 2К разрешение идет без дропов. 4К, 60 фпс, не хочет. И давайте еще попробуем. Зайдем через другой YouTube. Здесь можно включить HDR режим. Вот я открыл тот же ролик. Включим диагностическое окно. И включим режим с HDR. Вот у меня сейчас включено без HDR. Давайте 2К попробуем с HDR. И видим, что картинка стала серой, облеклая какая-то цвет. Цветопередача пропала, HDR здесь не работает. В онлайн кинотеатр давайте зайдем, какой-нибудь фильм запустим. Пошло воспроизведение. Отмотаем. Ну, с фильмами онлайн здесь претензий нету. Здесь все без проблем. Теперь давайте через торренты какое-нибудь кино откроем. Ну, вот Годзилла. Ну, Full HD понятно справится. Давайте попробуем 4К с HDR. Попробуем открыть VLC плеером. И вот мы с HDR видим тоже серая картинка. Давайте немножко отмотаю. Вот, видите, цвета блеклые, такие серые. Но если мы откроем этот фильм другим плеером, встроенным вот этим, главное, пресс-центр, то здесь уже картинка нормальная. Цвета не блеклые. То есть, фильмы смотреть с HDR получается можно только вот этим главным пресс-центром. Ну, а IP телевидения здесь проблем не возникнет. Вот у меня открыта вкладка 4К каналы. Переключаем на следующий канал. Следующий канал. Дальше можно переключить. 4К воспроизводят без проблем. Давайте с носителя. Теперь попробуем запустить тяжеленький файлик. И на стандартном плеере видим, что здесь уже в серое не уходит. Пробуем немножко отмотать. И что? И все? А нет, вот, подгрузила. Ну, стандартный плеер вроде как справляется. Да не вроде как, а справляется. Также я установил пару игрушек, давайте посмотрим. Добавляем. Так, давайте посмотрим. Продолжение следует... И... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну 70 градусов, в принципе нормально Давайте девятый асфальт попробуем запустим Девятый асфальт как-то уже подлагивает, мне кажется Как-то управление не такое удобное Да, девятый асфальт подтормаживает 74-75 градусов нагрелось Ну и давайте еще вот такую игру запустим, постреляем Добавил субтитры DimaTorzok Ну в принципе в игры поиграть можно, давайте в AIDA64 зайдем Производитель ROG Chip, модель H96 Max RK3566 У меня версия 4 ГБ оперативной памяти, 32 накопитель И доступна нам внутренней памяти из 32-23-87 Остальное забирает система, поддержка Bluetooth имеется 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1800 МГц 64-битная система здесь установлена Видеочип Mali-G52 Версия Android 11, AIDA64 показывает есть рут-доступ На самом деле рут-доступа здесь нету, проверял программкой рут-чекер По температуре здесь вообще никаких претензий нету Хоть и маленький радиатор установлен, но приставка все равно не перегревается И по кодекам, вот можете видеть какие здесь кодеки имеются Также я делал синтетические тесты, давайте вам покажу Вот скриншот троттлинг-теста, полностью зеленая зона, никаких провалов No троттлинг Максимальное число джипс 61, минимальное 57 И температура при троттлинг-тесте максимальная была 75 градусов В Antutu приставка набирает 92 817 баллов 3DMark в режиме Ice Storm Unlimited 10742 В режиме Ice Storm Extreme 7845 Geekbench в одноядерном режиме 691 В многоядерном 1747 Рут-доступа, как я уже говорил, нету Чтение внутренней памяти 148 мегабайт И на запись 64 Speedtest у меня от провайдера максимальная скорость 90 мегабит Wi-Fi 2.4 ГГц на получение 34 на отдачу 36 Wi-Fi 5 ГГц на получение 80 на отдачу 92 И по кабелю на получение 87 на отдачу 65 Ну и в завершении, подводя итоги Если вы до конца досмотрели, вы сами в принципе могли все видеть Приставка имеет хороший потенциал, хорошо показала себя в синтетических тестах Результаты даже выше, чем на процессорах Amlogic S905, X2, X3 и даже новом процессоре X4 Но программное обеспечение, по крайней мере на данный момент, оставляет желать лучшего Хочется, конечно, надеяться, что будут новые прошивки, которые пофиксят все вот эти недочеты Ну а пока в таком вот состоянии рекомендовать данную приставку я не могу Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылке в описании Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Всем удачи, всем пока! Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал